Социальное неравенство – форма дифференциации, при которой отдельные индивиды, социальные группы, слои, классы находятся на разных ступенях вертикальной социальной иерархии и обладают неравными жизненными шансами и возможностями удовлетворения потребностей. В самом общем виде неравенство означает, что люди живут в условиях, при которых они имеют неравный доступ к ограниченным ресурсам материального и духовного потребления, выполняя качественно неравные условия труда в разной степени и удовлетворяя общественные потребности. Люди иногда оказываются заняты экономически неоднородным трудом, ибо такие виды труда имеют разную оценку их общественной полезности. Основными механизмами социального неравенства являются отношения собственности, власти, социального разделения труда, а также неконтролируемая, стихийная социальная дифференциация. Эти механизмы преимущественно связаны с особенностями рыночной экономики, с неизбежной конкуренцией и безработицей. Социальное неравенство воспринимается и переживается многими людьми как проявление несправедливости. Социальное неравенство, имущественное расслоение общества, как правило, ведут к росту социальной напряженности, особенно в переходный период. Основными принципами проведения социальной политики являются защита уровня жизни путем введения разных форм компенсации при повышении цены проведения индексации, обеспечение помощи самым бедным семьям, выдача помощи на случай безработицы, обеспечение политики социального страхования, установление минимальной заработной платы для работающих, развитие образования, охрана здоровья, окружающей среды в основном за счет государства, проведение активной политики, направленной на обеспечение квалификации, либеральная точка зрения на причины неравенства, причины неравенства, как считал Эмиль Дюргейм, причина неравенства это необходимость поощрять самых лучших, во всех обществах одни профессии считаются более важными, чем другие, в примитивных обществах самыми уважаемыми были воины и целители, в общинах Пуритан самая важная профессия это профессия священника, в современных обществах, это профессия банкира и предпринимателя, инженера и врача, то человек, который выполняет главную функцию в обществе, имеет максимальное количество престижа и материальных благ, второй причиной неравенства является разный уровень таланта у людей, а самых умелых нужно вознаградить за их заслуги, они должны выполнять самые важные функции, во все времена самыми важными функциями были роли священника, управляющего и техника, с точки зрения теории конфликта, причина неравенства это защита привилегий власти, кто контролирует общество и власть, тот имеет возможность извлекать выгоды лично для себя, неравенство, результат уловок влиятельных групп, стремящихся сохранить свой статус, Роберт Нихельс выявил железный закон олигархии, Олигархия складывается всегда, когда численность организаций превышает определенную величину, ибо 10 тысяч человек не могут обсуждать вопрос перед каждым делом, они поручают обсуждение вопрос руководителям, Джон Массианни задает вопрос, действительно ли оплата труда отражает вклад человека в развитие общества, является ли обоснованной такая высокая степень социального неравенства, Когда ведущая телевизионных передач о праву инфри с доходом 100 миллионов долларов в год зарабатывает за два дня больше, чем президент США Джордж Уокер Буш за целый год на посту президента, тогда сможет ли кто-нибудь утверждать, что вести ток-шоу важнее, чем руководить страной? В странах с рыночной экономикой размер заработной платы зависит от соотношения на рынке труда, спроса и предложения. Звезды кино и шоу бизнеса, выдающиеся спортсмены, авторы популярных песен, удачливые менеджеры и другие профессионалы обладают редкими талантами, на которые спрос превышает предложение, поэтому эти звезды так много зарабатывают. Изменение степени социального неравенства в процессе истории Вильфреда Паретта считал, что степень экономического неравенства, доля богатых людей в составе населения – вещь постоянная. Карл Маркс считал, что в современном мире происходит процесс экономической дифференциации, богатые все больше богатеют, а бедные все больше беднеют, средний класс исчезает. Питерим Александрович Сорокин опроверг эти гипотезы с фактами в руках и доказал, что уровень экономического неравенства колеблется с течением времени около одной постоянной величины. Слишком сильное усиление степени неравенства или равенства одинаково чревато национальной катастрофой и потрясениями. Слишком сильное усиление неравенства приводит к тому, что узкую группу миллионеров легко свергнуть или уничтожить. Как показал опыт Южной Америки, олигархические режимы очень нестабильны. Опыт политики военного коммунизма в России показал, что после декрета 1918 год, когда разницу в доходах ограничили соотношением 175-100, тогда наступила разруха и голод. Большая доля представителей среднего класса дает устойчивость к политической системе. Джерард Ленский сравнил этапы развития общества с точки зрения неравенства и обнаружил. В обществах охотников и собирателей растений, например у папуасов острова Киваи, неравенство имеет место в наименьшей степени. В садоводческих обществах наибольшим влиянием пользуется политический лидер, купец и священник. Степень социального неравенства невысокая. Неравенство наиболее ярко проявляется в аграрных обществах, где возникла наследственная монархия и рабовладение. В промышленных обществах неравенство и концентрация власти меньше, чем в аграрных. Критерии неравенства Макс Вебер выделил три критерия неравенства. Богатство, престиж, власть. Б. Барбер добавил еще три менее важных критериев неравенства. Уровень образования, степень религиозной или ритуальной частоты при кастовом строе в Индии. Ранжирование по родственным и этническим группам. С помощью первого критерия можно измерить степень неравенства по разнице в доходах. С помощью второго критерия – по разнице в почете и уважении. С помощью третьего критерия – по количеству подчиненных. Иногда обнаруживается противоречие между критериями. Например, профессор-освященник сегодня имеет невысокий доход, но пользуется большим престижем. Главарь мафии богат, но его престиж в обществе минимален. Богатые люди по статистике живут дольше и меньше болеют. На карьеру человека оказывает влияние богатство. Раса, образование, род занятий родителей и личная способность руководить людьми. Высшее образование позволяет легче продвигаться по служебной лестнице в крупных компаниях, чем в мелких. Фигура неравенства пирамида – ромб. Ширина фигуры по горизонтали означает количество людей с данным размером дохода. На вершине фигуры находится элита. За последние сто лет западное общество проделало эволюцию от пирамидальной структуры к ромбовидной. В пирамидальной структуре существует громадное большинство бедного населения и маленькая кучка олигархов. В ромбовидной структуре велика доля среднего класса. Ромбовидная структура является более предпочтительной по сравнению с пирамидальной, так как в первом случае многочисленный средний класс не позволит кучке бедняков устроить гражданскую войну. А во втором случае громадное большинство, состоящее из бедняков, может легко опрокинуть социальную систему, устроить гражданскую войну и бессмысленную бойню.